добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о преодолении клеветы еще один совет и где-то я его уже немножечко начинал давать не останавливать главная цель клеветы в том чтобы нас остановить клетник хочет чтобы нас не стало мы куда-то исчезли испарились потому что ему стыдно но целью клеветы целью того духа который стоит за источником всегда не просто в топтать тебя в грязь а в том чтобы ты перестал двигаться в своем призвании чтобы ты перестал служить богу люди по какой-то причине думают что богу служат некие достойные велики потрясающие личности и поэтому используют клевету для того чтобы унизить но богу служат именно такие как мы я на сто процентов уверен что богу служат благодарны не просто даже искуплены а те которые это поняли я думаю что каждый из нас хорошо понимает что спасение не бесплатно спасение стоит дорогого нереальные цены которую мы не могли заплатить и не заплатили и заплатил господь и поэтому очень многие не ценят и соответственно не выражают свою благодарность должным образом а на мой взгляд единственным эти таким адекватным ответом на проявленную на голгофе любовь является посвящение жизни нашему спасителю и неважно какой если кто-то из вас злится на то что я служу успокойтесь пожалуйста я принес свою жизнь на алтарь божий как благодарность за то что он сделал и неважно что с вашей точки зрения это ничтожная жизнь я ее отдал и что с ней делать это теперь его решение его право и когда вы посмотрите на это таким образом вы не захотите чтобы вашу жертву кто-то втаптывал в грязь вы не захотите чтобы ваша жизнь оказалась бесплодной и вы будете трудиться не останавливайтесь друзья если вы можете делать хотя бы что-то хотя бы на пять копеек хотя бы на пол миллиметра хотя бы на три минуточки на три секунды приблизить царство хотя бы одного человека за жизнь привести ко христу хотя бы двоих троих познакомить с богом делайте это пусть никто не остановит вас потому что ваша жизнь она на алтаре благодарения приятное приятное благоухание господу и дьявола это злит его это бесит и люди беснуются вокруг вас изрегая собственные нечистоты на вас проецируя собственные страхи проецируя собственное нечестие их цель остановить не позвольте дьяволу добиться своей цели продолжайте служить богу продолжайте его славить не только песнями но и вашими делами и вашими плодами если вы стали жертвой если вы принесли себя на алтарь умрите я в свое время принял решение и продолжаю ему следовать если знаете я сказал богу когда-то если ты хочешь чтобы я жил и служил опороченным в поношении я буду это делать я не остановлюсь и я обращаюсь к тем кто продолжает ездить по миру встречаться с моими друзьями партнерами знакомыми и открывать им глаза на меня это никак не повлияет на моё служение я буду продолжать делать свое дело я буду это делать потому что я не нуждаюсь ни в вашем ободрении ни в вашем одобрении ни в вашей поддержке ни в вашей дружбе ни в вашем благоволении но мне не нужно потому что у меня есть благоволение поддержка одобрения и ободрения от моего Господа. Субтитры подогнал «Симон»